Читать вредно, вопрос задается. Вредно ли читать, ребят? Вредно ли читать? Давайте узнаем. Но тут к вопросу о том, что я-то на самом деле в недавнем афоризме уже подчеркивал, что, ну, например, для продуктивного мышления, на мой взгляд, чтение, ну, в общем-то, оказывает негативное влияние. То есть, если вы хотите стать великим охуенным писателем, допустим, у вас есть такое стремление, я бы вам, скорее всего, посоветовал очень мало читать. Читать как можно меньше, да, то есть, просто потому, что чтение заставляет вас скорее циклиться на каких-то определенных моментах и не дает изобретать самостоятельно, потому что одно дело это изобретение, а другое дело это прочтение там и повторение чужих идей. То есть, чтение вредно, но вопрос, для чего, для кого, когда, ну, например, да, все вредно или не вредно, ну, в контексте ситуации. Например, вредно ли чтение для того, чтобы зарабатывать деньги? Ну, смотря какую литературу еще сказать, художественную, вредно ли читать литературу для заработка денег? В каком-то смысле, да, потому что то время, которое вы тратите на, собственно, чтение книги, вы могли бы потратить на зарабатывание денег там, на то, чтобы выбить там себе первый капитал, чтобы там наебать людей, да, ну, вы понимаете. Для них книжка текст-процесс, как сказал известный культуролог Михайлов. Что значит текст-процесс? Пока они читают какой-нибудь детективчик или еще какой-нибудь лабуду, которая раскручена и которая всем навязана, как великая или просто. А вот классика не раскручена и всем не навязана, как великая и просто. Окей, заебись. И в школах ее заставляют людей читать не насильно, как бы, да, в рамках школьной и учебной программы, безальтернативно, а по их собственному желанию, я полагаю. Или как это работает? Или это работает как-то по-другому? Почему? Если в случае с какой-нибудь Дарьей Донцовой вы как бы... Все говорят, все говорят, соответственно, что Дарья Донцова хуйня. Там Маруся говорит Дарья Донцова хуйня, здесь говорят Дарья Донцова хуйня, везде говорят Дарья Донцова хуйня, но ты берешь, читаешь ее и тебе нравится, и соответственно, вот. А в школе тебе, блядь, говорят, Пушкин, это охуенно, ты должен его читать. Вот, выученный изусть его стих. Выученный изусть его стих, блядь. Выученный изусть его стих, это уровень как бы догматизма 99%. Куда уж дальше, учить стихи какого-то долбоеба из, не знаю, предыдущих столетий, просто потому что... Не, не навязано, вообще не навязано, вообще, вообще никак не навязано, вы чего? Как же так оно? Живется-то нам. У него тотальное преклонение перед авторитетами, но при этом законы про критическое мышление. Ну, гайанусы, загоны, да, это типичная хуйня, потому что люди вообще не понимают нихуя, да, а критическое мышление это просто концепт для того, чтобы выебываться. Оно больше ничего не нужно. У нас вообще есть просто разные средства анализа, и люди рандомно либо обладают, либо не обладают ими. Причем нету ни одного человека, который обладает всеми способами анализа, всех возможных вопросов и тем. Это просто по дефолту. Критическое мышление само по себе это просто метод выебнуться, показать, что я, блядь, крутой и охуенный. А методы анализа просто у всех разные, они есть даже у довольно простых людей, так что, ну, типа, вот как-то вот так вот. Ну, и, соответственно, критическое мышление явно не включает в себя скептицизм в том виде, в каком он понимается в философии, в нормальной, полноценной. Относительно преклонений перед авторитетами, а это у гуманитариев в 99% случаев встречается тоже, к большому сожалению, да, и у естественников на самом деле тоже. Просто люди пытаются от себя скрыть преклонений перед авторитетами, после эпохи собственно возрождения стало абсолютно немодно преклоняться перед авторитетами, и это принято скрывать. В этом и заключается фишка. То есть, вы не можете просто так заявить, да, это мой авторитет, я перед ним преклоняюсь, вот, искренне верю, и все действительно вот так вот. Нельзя так говорить, надо как-то вот завуалировано. Типа, нет, конечно, Александр Сергеевич Пушкин не мой авторитет, но какие прекрасные книги он написал, да, 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 так вот как-то. Это критическим мышлением я проверил сам. Вот как-то вот так надо вывернуть. И читают бренды, как... Так стоп, а чем Пушкин, Достоевский, Толстой и прочие персонажи, похоже, отличаются от брендов? Ну, вот эти имена, в принципе, они подходят под определение бренда, и они тоже распиарены, в прямом смысле слова распиарены, причем не просто распиарены, распиарены образованием, причем в том числе, прежде всего, даже советским образованием. В смысле? Это не бренды, а философии не бренды, там, Платон, Аристотель, там, и так далее, и так далее, и так далее, это разве не бренды? Это тоже бренды. Все это выражается в терминах брендов, вообще в рыночной экономике, ну, в терминах экономики очень много чего можно выразить, и здесь вполне подходит, очевидно. Ну да, ладненько, ладненько, конечно. Чем Пушкин с учетом времени отличается от Донцовой? Ну, скорее, поддержка определенных, во-первых, политических сил, с другой стороны, ну, к нему позитивно относились другие, как бы, якобы топовые писатели, но просто условия, важно понимать, были совершенно другие. Ну, Пушкин при этом один из самых популярных поэтов, все равно был, да, соответственно. Условия были другие, конкуренции было меньше, ситуация на книжном рынке вообще совершенно другая была. Пушкин просто чуть ли не на пустую площадку, считайте, приходит и говорит, я самый пиздатый поэт, несите, блядь, кружку нахуй, поехали. Ага, ну и он негр, да, безусловно. Да, и ситуация совершенно другая. Донцова конкурирует с десятком подобных авторов. Пушкин приходит, издает огромное количество околопереводной литературы, адаптации и всякой хуйни, которая, ну, в лучшем случае, ну, никакого творческого вообще потенциала не имеет. Это там переводы, адаптации, адаптации, адаптации и так далее. Выдает несколько, может быть, своих плюс-минус в кавычках оригинальных произведений, которые, ну, полная хуйня, типа Евгения Онегина. Ну и вот вам великий автор готов, на самом деле, склеен из ничего. Но просто тогда это было еще допустимо и возможно. Просто потому что, ну, у вас как бы мир российский, который еще не до конца, в общем-то, в это искусство, собственно, вошел. Нет, писатели были и до Пушкина, их было немало, и Сломоносова, начиная, и Державина, и Учитова, и Можуковский там тоже был. И многие из них тоже занимались тотальным плагиатом, переводчеством и так далее, и так далее, и так далее. Или это вообще золотой век, он вообще в этом почти весь погряз. Собственно, подражание, адаптации, переводы. Иногда переводы, выдаваемые за, собственно, собственные произведения периодически, тоже очень имели место. Соответственно, плохие переводы, выдаваемые за свои собственные произведения. Ммм, вкусно, как вкусно, да, по-русски. Но просто и задача стояла побольше, ну как, стояла ли вообще другая. Но выполнилась в итоге другая задача. У нас в России не было ни-ху-я. Просто ни-ху-я. Вот-вот ни-ху-я не было, да. То есть культуры не было от слова почти совсем большой, письменной, сравнимой с европейской. Цель, по сути, догнать как-то, да. Ну, или не цель, я не знаю, они, наверное, не ставили себе такую цель, а может и ставили. Но в итоге она была выполнена. Попытались догнать и, собственно, ну что, догнали. И даже начали производить некоторых писателей, которые сравнимы с европейскими, там по типу Достоевского, Чехова. Ну, может быть, Гоголя я здесь тоже назову, Гоголя, да, вероятно. Вот такие вот персонажи, да, ну и вот у нас получилось что-то вот догнать. Какой-то масштаб, в общем-то, в литературу свою впихнуть. Что круто. Но, к сожалению, по большей части достигнуто, ну, очень вторичными путями, подражательством и вот такими вот способами. А могло бы быть по-другому, если бы это все развивалось естественно. Но это тоже, это тоже бренды, и даже хорошие писатели бренды, и даже Гоголь бренд, и даже Достоевский бренд. Ну, Гоголь, мне тоже кажется, более уникален. Мне тоже кажется, Гоголь более уникален. Мне Гоголь, как писатель, нравится куда больше, чем почти все, что там в золотом веке русской литературы присутствует. Вот, ну, как-то вот оно вот так вот. Почему филологи такие говнистые? Плохое образование, неправильно построенное, в общем-то, германефтика вот эта дурацкая сверху наслаивается. Никаких стандартов, по большей части, ну, хороших, качественных стандартов, очевидных, бесспорных, нет. Все расплывчато, критерии выявляете вы сами. Площадка для выебывания очень большая. Плюс идолопоклонничество внутреннее, внутри филологии имеется колоссальное. Филологи это, в общем, высококвалифицированные фанаты литературы. Это, как бы, причем медальки, они побольше, кстати, сами себе выдают побольше, ну, так вот накидывают, да. Вот тебе доктор, вот тебе там кандидат, вот тебе вот это вот все. Вот ты такой теперь классный, ты теперь молодец. А по каким конкретно критериям, не до конца понятно. Вот человек буквально не разбирается в той литературе, о которой сейчас говорит. Просто, ну, просто говорит, что вот эта литература по дефолту говно, потому что она не классика буквально, да. Ну, а доктор, ну, вот, видите, что-то там начитал, что-то где-то защитился, вот, напоклонялся какому-то тексту, вероятно. Да, и как бы текст Размара Тадамского, несмотря на то, что он написан в шутку, это, пожалуй, единственный текст, который у него до сих пор и читают. Потому что он, на самом деле-то очень приближен к нашему дню. И показывает те процессы, которые в этом плане вечны. Действительно, ты понимаешь, что... Безумно, эти вечные, сука, процессы. Какие нахуй вечные процессы. Вот вы сейчас про Ницше там говорили. Ладно, вечное возвращение, допустим, может быть, да. Но если вы не подходите с позиции Ницше, с одной стороны, и не подходите с позиции христиан, с другой стороны, то большинство позиций, которые вне этих дискурсов, они скорее будут складяться к тому, что эти вещи нихуя не вечные. Вообще, какие вечные темы могут быть? Ну, например, давайте с эволюционного дискурса зайдем. Любовь — это вечная тема? Ну, нет, когда-то человечества вообще не было. Значит, видимо, не было и любви. У большинства обществ человеческих любви как таковой нет, у разных племен любви как таковой нет. Даже в истории тема любви появляется далеко не с самого начала. Исходя из этого, мы делаем вывод, что как минимум в прошлое, если движемся, тема не вечная. То есть, да, она не была всегда. Ну и в будущее вполне возможно тоже. Тема секса и насилия, я не уверен, что они вечные. Даже тема смерти, я не уверен, что она вечная. Потому что, опять же, мы должны еще осознать, насколько животные осознают свою собственную смерть. И могут о ней, ну, не знаю, писать, не писать. Докладывать всем остальным вокруг свои вот эти вот переживания по поводу смерти. Наверное, говоришь, и ты правильно сказал относительно... Нет, кстати, относительно Лосева я свою позицию сейчас немножко выскажу. Это довольно интересный автор, конечно, да, и я к нему пиетет испытываю в некоторых вопросах. Но человек, у которого было несколько довольно интересных идей, которые он так или иначе прорабатывал и проповедовал. Но при этом всем, ну, когда речь заходит о его разборах, там, античной эстетики, истории античности, это лучше читать как фантастику, что ли, какую-нибудь, или что-то вроде того. Просто потому, что у Лосева, у него довольно интересный способ мышления вообще, в принципе. Это человек с довольно смелыми разными заходиками. И это автор, который... Ну, вот, его лучше читать после того, как вы прочитаете нормальную историю, нормальную культурологию, нормальную, там, историю философии, ознакомитесь с такими нормальными центральными текстами. А потом Лоти, Пахутин, там, я не знаю, и прочее, вот, замечательный вот этот вот контент. Просто потому, что эти ребята, они своеобразны в понимании истории. Дугин тоже потом обязательно, просто потом, потому что Дугина нельзя читать заранее. Дугина просто нельзя читать заранее, потому что Дугин, короче, у него тоже специфическая трактовка, история. Но Лотиев, это как Дугин, только в прошлом, в этом плане. Так что, вот. Ребенок не совсем человек. Он особенный, да? Вот это особенный. Давайте сохраним просто эту цитату в веках. Ребенок, это не совсем человек, он особенный. Нет, Достоевский норм писатель, на самом деле, но гениальность я вообще не люблю. Слово гениальность, оно дурацкое. Оно просто реально дурацкое. Ну, Достоевский работал над своими романами. Труда в них вложил немало. Идейность какую-то свою вложил, ну как свою. Ну, плюс-минус такую. Жить, короче, можно. Аутентичный даже местами. Оставляет человек, и ложно мыслить, если он воспринимает все это на веру, а не воспринимает это исключительно как художественный образ. То есть, и к литературе в данном плане тоже нужно относиться двойством. Гениальная мысль. Знаете, мне хоть одного человека, который читает художественную литературу и буквально, блядь, воспринимает все там так, как оно есть. Хоть одного, блядь, человека покажите мне такого. Просто, о, боже мой, там, я не знаю. Это там образ такой крутой Станкевича. Да нет, блядь, не Станкевича, никто. Никто из тех, кто читает литературу, не воспринимает все за чистую монету. Вот никто просто. И чуваки такие, ну нельзя воспринимать все, что написано в литературе за чистую монету. Спасибо. Спасибо, бро, отличный совет. 10 из 10, правда, так и так все это делают. Это очень, конечно, видимо, глубочайшая мысль. Но я бы даже сказал, что это невозможно воспринимать все, что есть в литературе за чистую монету, потому что литература разная, противоположная. Внутри одной книжки противоположные образы. Далеко не во всех книжках выводятся моральные какие-то уроки, да, тем злодеям, которые злодеяния, например, творят. Иногда может быть злодей наоборот, ну злодей в кавычках, злодей, да, наоборот, возвышается над всеми остальными и обретает власть и так далее, так далее, так далее. То есть, а каким образом соответствовать-то? Противоречия везде в литературе отыщутся. Как быть? Потому что Клод Фролок, как мыслители по Средневековье, видит в книгах в том числе и вред, да? Он видит в них в том числе и источник зла. И как раз и говорит о том... Сократ в письменности видел, ну, негативные черты. А тут просто реально надо смотреть и ставить вопрос в зависимости от чего, и ответ будет плюс-минус понятен. Ну вот, например, задаем вопрос. Вредно ли письменности чтения, там, например, для непосредственно ораторского вашего искусства? Ну, как вредно? У вас есть два пути, да, два стула. Вы либо занимаетесь развитием ораторского искусства, либо читаете. Эти навыки друг... ну, или пишите. Эти навыки друг друга не вполне дополняют. Если у вас нет опыта никакого ораторского выступления, вы можете написать хоть 500 книг. Но говорить так же долбоебски, как Сорокин, например. Ну, вы помните его интервью, когда он просто... Ну, в общем, человек не умеет говорить буквально, да. У него не получается. То есть он умеет писать, говорить у него сложно получается, потому что он не тренировал данный навык. С другой стороны, то же самое и с чтением. То есть, чем больше вы читаете, это, ну, очень косвенно может быть. И это очень вряд ли влияет на то, как вы в итоге говорите. И поэтому в том плане, что, да, вредно ли читать для того, чтобы грамотно говорить? Да, скорее вредно, потому что время, которое вы тратите на чтение, вы могли потратить на то, чтобы учиться говорить непосредственно. На грамотность письма тоже не очень сильно влияет. А куда эффективнее просто тренировать, блядь, собственно, вот эту самую грамотность письма. Вы не поверите, Гаядус, просто, да? Один из самых эффективных способов научиться чему-то, это делать это. Какие-то косвенные способы добиться чего-то подобного, они скорее ведут к тому, что у нас появляются вот эти вот персонажи, которые говорят... У меня врожденная грамотность, я прочитал много книг, я очень крутой, я прочитал много книг, у меня врожденная грамотность, а потом ставят авторские запятые, блядь, через слово, там тиры, хуэрэ, везде, во всех сторонах у них нихуя правила ни языка русского не знают. Ну и вот-вот такие ребята, вот они появляются благодаря тому, что они думают, что благодаря прочтению кучи книг у них грамотность возрастает. Ну, может быть, частично, может быть, вы иногда можете запомнить, увидеть слово, которого никогда не вы не видели и начать его грамотно соответственно писать после этого такое возможно но куда эффективнее просто учиться грамотно писать заниматься русским языком то есть давайте я так сформулирую уроки русского языка позволяют вам в большей степени грамотно писать чем уроки литературы намного в большей степени это смерть книги она теряет свою сакральность а у человека при этом что там почитал помощь как не но с другой стороны тут как бы есть такое своеобразное найти дуализм потому что художественная литература да как и на самом деле кино и любое искусство она содержит себя несколько пластов этих пласт эти пласты достаточно мощные да то есть любое искусство выполнять развлекательную функцию как минимум ну вот как минимум то что вы сакрализуетесь через это искусство каким-то образом в эту сторону благодаря этим книгам вот совсем не факт и книжка не должна как бы заставлять вас проходить через какую-то инициацию поклоня нам она может так делать но она не должна заставлять вас поклоняться чему-то там да вот соответственно это не обязательно но на каком-то уровне это все же возможно то есть вот вы читаете литературу воспринимаете развлекательно о старушку убил топором о раскаялся забавно интересно о воду там еще что-то произошло о вот нормальный интересный диалог на первом прочтении было интересно было развлекательно допустим и вам это понравилось потом на втором прочтении вы еще глубже допустим уже будете читать то есть вас зацепил развлекательный элемент а он должен быть потому что без него искусство не имеет никакой силы по сравнению с философией просто она нахуй не нужно если бы искусство не обладала никакими ресурсами дополнителями в передаче смыслов его можно было бы просто нахуй сразу послать никакая живопись никакая некая проза некие стихотворения не сравняться с философией по уровню смысла то что философия это просто тупо я выкладываю вам весь смысл сразу все мясо с содранной кожей вместо всего да ну желательно да это должно быть максимально лаконично понятно и вот короче вот держать держите смыслы поглощайте у литературы не было бы никакой никакого смысла для существования если бы она не выполняла какие-то дополнительные функции и самое главное фундаментальная основная функция по сути развлечения как бы она так вот не звучало низко но посредством этого развлечения приветствую анастасия могут поглощаться уже смысловые пласты какие-то идеи и так далее так далее так далее так далее так далее но просто если мы будем вообще ставить какую художку и философию в один ряд простить ну из и соревноваться в уровне осмысленности ну простить художка проигрывает она не нужна становится она проиграла конкуренцию еще в своем становлении самого начала по этому параметру многие авторы вообще не ставят целью передать какие-то смыслы чему-то научить тут тоже важно фундаментально важно да ты некоторые может и ставят некоторые вроде бы и делают какой-то смысловой акцент но далеко не все далеко не все авторы это ваши учителя некоторые это очень утонченные люди которые развлекают вас эстетически которые развлекают вас какими-то шутками прибаутками еще чем-нибудь то есть это люди которые сделали некий прорыв не в области смысла более того 99 классе 99 процентов классиков не сделали прорыва в области смысла философского вообще в лучшем случае книги толстого достоевского там чехова хуехова пушкина хуюшкина коклюшкина можно считать как вот с точки зрения смысла как ну собственно пятикратно переваренный философский калк сожалению да то есть у нас есть литература куда лучше в смысл с точки зрения смысла опять же как с точки зрения оригинальности как с точки зрения доказательности так с точки зрения понятности и так далее так далее так далее да нюанс конечно в том что развлечение действительно субъективно кому-то что-то зайдет кому-то что-то не зайдет вот именно Александр, да, я с вами здесь согласен, что кто-то боготворит Тарковского, кто-то ему непонятен, но вот именно вот благодаря этой субъективности, благодаря этой субъективности, когда вот человеку вот получается, о, Тарковский, мне нравится, как он снимает, мне нравится его кино, а вот идеи он выражает, вроде бы они мне сначала были непонятны, а теперь я их изучаю, смотрю, вроде бы приближаюсь к сакральному, пытаюсь понять. И вот так вот это происходит в сфере иррационального, что отчасти хорошо. Через литературу некоторые идеи просачиваются в сферу иррационального, при том важно опять же понимать, что литература это не столько борьба идей, просто по той причине, что она эту борьбу уже проиграла автоматически по своей специфике. Литература не акцентирует внимание на идеях, а если акцентирует, она проигрывает философии в этом всегда, без исключения, ну, может быть, с какими-нибудь исключениями парочка и найдется, да, в литературе, литература вещь богатая и широкая, может быть, и найдется какой-то гениальный философ, который эту философию прям в прозу поместил во всем объеме. Но это тоже даже по жанру, по художественному жанру, по художке вообще сложно это сделать в каком-то художественном стиле, это просто на эссе какое-то переходящее в философию тотальную будет похоже, тогда это уже будет не художественная литература. В общем, здесь нюансов много. И страшиться развлекательной функцией искусства ни в коем случае нельзя, это нормальная его функция, есть много еще других функций. Ну, развитие эмпатии, наверное, не обязательная функция, но развлекать оно все равно должно так или иначе. Не важно, что вас развлекает, скука, может быть, вам реально нравится испытывать состояние скуки, вы берете, читаете книжку, тоже определенное развлечение, быть в состоянии скуки, которое вам нравится. И читать какого-нибудь муторного, тяжелого автора, может быть, это тоже вам нравится. Вот. Ну вот, а самое главное, что к любому чтению, да, вот мы с тобой уже говорили, да, чтение утратило свое сакральное значение, это так. Мы сейчас даже читать-то можем везде, да, то есть представить себе, что раньше, например, люди спокойно там читали в дороге или еще где-то, это практически нереально. Ну, зато теперь мы действительно можем проглотить огромное количество книг, а это необходимо для некоторых форм анализа, на самом деле. То есть охватить как можно больше иногда полезнее, чем очень хорошо прочитать что-то конкретное, в некоторых случаях, при некоторых форм, подходах. А при некоторых подходах, конечно, наоборот. Так что здесь мы тоже сталкиваемся вот с такой вот проблемой. А сама даже культура, например, публичного чтения. А то я перебью, раньше семьей. Нет, вот это серьезно, я искренне считаю, что, не, продуктивные люди, конечно, это почтенно, люди с продуктивным мышлением это хорошо, это люди прекрасные и полезные, они составляют некоторую пользу людям. Но, как бы, массив основной общества составляют люди, которые ничего нового не создают, и они нужны, они очень сильно нужны. Без них вообще никак. Более того, писателям нужны читатели, философам нужны их последователи, иначе не будет большой философии. Если каждый будет уникальным философом и каждый будет уникальным автором, ну, мы с нашей системой представлений, которые у нас имеются, навсегда просто распрощаемся. То есть, у нас должна быть некая, в кавычках, религия, некий идол, эталон, да, вокруг которого все складывается. Ну, и должны быть подражатели и почитатели. Общество так работает. Давно работало, работает до сих пор, и пока что предварительно будет работать еще очень долго. И это в науке же наблюдается. Наука не придумала ничего нового. У нас есть эталонная область, эталонные ученые, там они тоже в иерархию определенную складываются, кто кого больше уважает. И есть культ поклонения адепты. Все нормально, все четко, все работает так же, соответственно. Ну, и если так посмотреть, какие есть альтернативы, может быть, я и пытаюсь какую-то альтернативу, типа, там, шедавизма, там, чего-то такого организовать. Но я не уверен, что это вообще, в принципе, может быть очень массовым. Я не уверен, что на базе скептицизма, на базе, там, ортодексологии моей, можно реально построить полноценное большое общество. Скорее, я даже наоборот склоняюсь к тому, что это привилегия не самого большого общества придерживаться таких взглядов и реализовывать те практики, о которых я говорю. Производители без потребителей, как хуй без масла, именно Вячеслав. Притом, производителей количественно должно быть меньше, чем потребителей, ну, желательно. Вообще, да, если мы берем очень старую литературу, почти вся античка, она лаконичная, быстрая, острая. Не знаю, те же облака Аристофана, Гомер, там, вообще, все, что угодно берем. Даже трагедии достаточно острые чаще всего. То есть, без чистой какой-нибудь ебанутой графомании, без описания какого-нибудь кала. Ашадов, вы считаете русских европейцами, но русская культура после Петра I это преимущественно европейская культура. Русская литература после Петра I это преимущественно европейская литература. Как по генеалогии, так и, собственно, и по смыслу, и по стилю, и вообще. Если вы хотите увидеть какие-то образцы альтернативной, отличной литературы от европейской, вы можете просто заглянуть в Индию и в Китай, какая литература там была в Средневековье, и обнаружить, что она там была другая. И там акценты делались на совершенно другие вещи. Ну, например, когда вы будете читать Путешествие на Запад, это, блядь, Сёнэн просто. Это просто, блядь, Сёнэн. Это древний Китай, ну не древний, но средневековый китайский Сёнэн, короче. Это буквально то, что там Норуто, Хуюто, вот это вот, это Круто и вот так далее. Но это буквально Сёнэн. Это, кстати, одно из моих любимых произведений в литературе, это как раз Путешествие на Запад. Во-первых, блядь, шесть гигантских томов книг, просто огромный масштаб. Но тут важно понимать, что русский, ну по поведению хрен его знает, но по культуре европейцы. Долгое время ещё некоторые высокие сообщества культурные как раз, да, они общались, собственно, на европейских языках, французский, немецкий и так далее. Более того, и наука из Европы, и философия у нас из Европы, и всё у нас из Европы. Может быть, иногда не так уж и правильно понято, и может, иногда к месту применялось как-то довольно странно, но всё же у нас почти все генеалогические вот эти вот пласты, они восходят либо с одной стороны в Европу, либо в Византию, а Византия всё равно к нам немножко к западу. Соответственно, тоже бывшая Римская империя, тоже какие-то вот такие вот взаимосвязи. Россия больше, ну на Россию больше повлияли западные территории от нас, чем восточные. Вот. То есть, тут действительно вот такой нюанс. Если вы хотите посмотреть на литературу категорически отличную от европейской, смотрите просто в совершенно других культурах. Русская литература – это некое отражение европейской литературы. Русская музыка – это тоже некая интерпретация европейской музыки. Просто мы бы не умели играть на тех инструментах, которые из Европы привезли, если бы мы не унаследовали европейскую школу музыки вообще никак. К сожалению, нам и здесь пришлось много чего подрезать. Мы русские, по крайней мере, культурно европейцы во многом.